ну привет давно не виделись привет я тут короче была на вал борис заказала себе вещички и смотрите на нее но это же тихо так вот была на вал борис и хочу показать что я вам заказал сейчас где-то такое платье заказала девочки такое платье по щепчоке будете такую юбку заказала сейчас я телик прикручу как здорово тебе очень идет перевоплощение спасибо большое только у меня от пробора остался вот этот след и его постоянно нужно поправлять ну знаете я волосы носила постоянно вот так разделенным короче очень очень стильно смотрите я сейчас пока не буду отвечать на вопросы сейчас покажу чё заказала итак вы не поверите но я нашла юбку в которой я пришла на дом 2 прикиньте она до сих пор существует нарастить не хочу это юбка манго она вот такая сейчас надену чуда вокруг да около ходить привет таджикистан короче вот так не сделаем ты всегда так соскучилась по ростов вы бы знали набережная парк горького господи западный я на западном жила вот эта юбка я в ней пришла на дом 2 но моя старая где-то у бабушкинской ну до свидания моя старая у девчонок потому что я когда мы когда с мишей уходили я наверное две трети гардероба я отдала девчонкам и короче вот эта юбка опять я обожаю просто она такая приятная змеиная кожа ой кожа змеиная ну короче типа змеиный принт белье такое это вот наоми они суки за рекламу не согласились на рекламу короче ко мне приходили на что-то мне понравилось и так вот майка тоже прикольная вот такая еще я надену покажу классная давняя фигурка вообще конечно майка тоже топ ее вот так можно завязать и тоже круто будет это манго девочки девочки это манго они мне не платят за рекламу чтобы я ссылки им оставляла к сожалению блин я бы хотела быть моделью добыл когда была на байкале но года три назад вот я бы хотела быть короче моделью там зарины love republic каких-нибудь еще там не знаю брендов таких узнаваемых вот майка такая я вообще редко когда что-то меряю и платье есть платье просто платье короче платье девочки платье это оно черное да но я сейчас покажу видно там оно застегивается так чтобы сиськи вот так застегивается там сзади очень сложная система какая-то на так завяжу просто ну допустим наверх да миша на работе что мешает быть моделью я не знаю с чего начать вот ну и как-то там короче сзади как-то оно делается вот такое мне нравится вот эта девочка такая короче вот красивенько сидеть и вот так под какие-нибудь босоножки красивые да в общем довольны покупочками мне нравится еще разрез сексуальный так я что ты там я сейчас вернусь так все мне прямой эфир полнит как-то я сама не понимаю почему наполнит чё за прическа может просто с нами людьми поговоришь без показа сейчас мне нужно было похвастаться вот сейчас поговорим итак ну там еще стельки всякие для обуви вот такие вот для босоножек и задники чтоб не натирала вот это и все мои токи на сегодняшний день сеньора что ты там делаешь скажи привет привет миша на работе ростов привет только вот говорила как я соскучилась по ростову что я там 4 года жила училась в универе по всему по площади гагарина соскучилась по западному я там жила миша на работе так как похудеть а дефицит калорий вот а еще девочки есть такая штука парфюм для белья так секса уже столько что можно не раздеваться даже согласна тату на теле ах ты зелпа тату на теле семь семь тату твой стиль бомба короче недорассказала есть такая штука на валбурис как парфюм для белья вы добавляете порошок добавляете кондиционер и в кондиционер капаете капелек десять этого парфюма и ваши шмотки потом пахнут как я не знаю как самое дорогое что есть на этом свете вот но это маленькие я решила заказать попробовать вот как они пахнут но у меня и большой есть короче это находка реально я просто о пользуюсь им да это классная штука я короче люблю именно когда вещи вещи пахнут вот мне нравится чтобы прям такой морозной свежестью или прямо чем-то чем-то вкусным пахло я не просто вот постирал и что стирал что не стирал я если по стираю так весь дом все стены у меня пахнет стираном я хожу вот так как одурманина и кайфую привет тетя привет поэтому я всегда покупаю вот этот парфюм для белья вот и даже когда вы но уже белье складываете обратно то она пахнет где-то еще три недели сейчас покажу как называется водка скриньте очень круто пахнет господи даже как же пахнет и вот такой вот аромат губы нет не свои у меня свои небольшие у меня у меня нижняя большая а верхняя нет ну в силу того что у моей мамы очень тонкие губы и в силу того что у папы нижняя губа большая вот у меня верхняя была маленькая нижняя большая вот после вы мне передать словами дай синерочка так что вы там спрашивали рост у меня сто шестьдесят четыре я прям небольшого роста так уж исторически сложилось грудь своя но я делала подтяжку потому что у меня было два гормональных сбоя а вы знаете что гормональные сбои они никогда куда ты залезла посмотрите на него посмотрите не ора валяйс валяйс говно ну а сейчас еще раз покажу сейчас все покажу все расскажу ой простите вот там есть большие больших хватает месяца на четыре процедуры процедуры какие я делаю обертывание антицеллюлитный массаж делаю домом скрабом прохожусь по телу и что еще что еще ну и пока все я еще хочу начать на растяжку ходить потому что ощущение пустые растяжки кайф прям и может быть ну если у миши там будет время если погода будет хорошая я в большой теннис хочу поиграть научиться играть потому что блин это прям ну это прям классно вот ракеткой там махаешь такая ах и эмоции все вышли в миллерово когда я думала на этой неделе и ну если она будет загружена и прямо короче ну я нужна буду в москве то на следующей неделе с участниками дома 2 не общаюсь по-ссахаровой тоже не общаюсь ты красота спасибо самое inimое искренне Я бывшая участница Дома-2, на тебя приятно смотреть и слушать. Такая сладусик. Вы тут только комментарии пишите, и вот, я аж покраснела, и смущаете меня. Может, вопросы лучше какие-нибудь. Татуировки. Ладно, вот слеза, вот на ухе татуха, вот на руке такая татуха, вот еще на запястье, ну или как, на предплечье, вот на предплечье, вот между грудей, сбоку, и змея. А вот эту я свожу. Видите, как классно сводится? Это очень красиво, спасибо. Самое лучшее плакало, когда вы ушли. Господи, как мило. Но зато есть возможность наблюдать нас здесь. Ну, секс, да, ходячий? Таких, как ты, никогда больше не будет на Доме-2. Всегда тебя любила. Очень-очень приятно. А почему сводите красивое тату? Я его набила, когда не хотела. Ну, короче, я этого дракона хотела на спине, набили на ноге. Набили не тот эскиз, который я хотела. И поэтому, ну, она какая-то не своя, не прижилась, в общем, на мне. Я всегда хотела ее свести. Вот добралась до Москвы. И хорошо, что мне нашли, ну, таких классных докторов, которые сводят подстричься. Я решила, ну, потому что захотела. Я у Миши спрашивала еще до этого дня три назад. Я говорю, блин, а что, если я подстрягусь? Он такой, ну, не знаю, я не фанат таких причесок. Ну, мол, стригись. Дело твое. Потом что-то день... Да, блин, как-то по-дебильному. День что-то прошел, потом второй прошел. И я поговорила с одной девочкой. Опять была у нас такая терапия, можно сказать. И после этой терапии я почувствовала себя настолько уверенно, что я такая, а что, если я хочу, почему я не делаю? Потом начала сомневаться, мол, надо, не надо. И я уже знаю, что самое, короче, первое желание – это самое истинное. Потом включается мозг и подвергает твое желание сомнениям. Поэтому не слушайте мозг, если вот здесь что-то захотелось. Не нужно обдумывать, надо, не надо, а как будет смотреться, а что скажут люди. А я думала, ну, допустим, а у меня кудрявые волосы, мне не пойдет. Или я думала, а как потом, ну, как потом длинные отращивать, как с платьями будет смотреться. Пофиг. Вот только это слушайте. Что первое вам пришло в голову, на ум, то и есть истина. А дальше мозг подвергает сомнению любые ваши предложения. Тебе очень идет стрижка, стилевая, невозможность. Спасибо. О, мой бог, я не знаю, видела ты это видео с девушкой, где она перевоплощается, но ты прям очень красивая и сексуальная с этой стрижкой, внешность голливудская. Может быть, попробовать пробы в кино. Не знаю, все это страшно. Я знаю, что нужно именно туда идти, куда страшно, но как будто бы я не до конца определилась, чем я хочу по жизни заниматься. Вот. Привет. 808 это такая чистота в американском рэпе. Я очень люблю американский рэп. Трэвис Скотт, там, Канни Уэст. И я набила вот 808. Еще у Скриптонита была строчка, вот, 808 среди радиопомех. Вернуться не было мыслей, вообще никогда не было мыслей. Вот мы уже больше полугода живем за периметром. За периметром. В общем, больше полугода мы живем в этой квартире. И настолько свободно, кайфово, непринужденно не было никогда за все время, пока я с Мишей. Был проект, были свои какие-то эмоции, свои были классные моменты, но то, что за периметром, оно перевесило. То, что было в периметре. Нормально ли общаться с бывшим и больше, если вас тянет, но не можете быть вместе? Ну, вы сами определяете свое нормально. Если вам нормально, то, ну, почему нет? Нет, но тут главное себя не обманывать. Какая вторичная выгода под вот этими встречашками? Типа, может быть, вы все-таки на что-то рассчитываете? Как смотришь на то, что старички вернулись? Хайп однозначно, потому что, ну, проекту нужен хайп, нужны рейтинги. Это нормально, это реалити. Там свои всякие моменты, но вообще ничего прям зазорного в этом нет. Если они хотят, то почему бы и не вернуться? Как бабушка? Бабушка видела мой новый образ, она вообще в шоке. Ей так понравилось, она говорит, что лучше даже, чем я с нарощенными приезжала к ней. Она говорит, классно, ну, прям классно. С Глориной не общаюсь. Любимые духи, их очень много. Молодцы, все уходят, а потом обратно пороги оббивают. Любовь акционову актрису, как ее жирали за короткую стрижку, и как она в итоге чертовски, да, да, реально. Это не обязательно должно быть что-то одно конкретное, чем бы ты хотела заниматься. Попробуй себя открывай, в этом есть жизнь. Согласна. Но что-то мне внутри не дает. Не знаю, может быть, не хочу выходить из зоны комфорта, или боюсь, что у меня не получится. Я еще не до конца избавилась от этих мыслей, но я уже на пути к тому, чтобы жить прям полноценно и делать прям то, что я хочу. Вот, со стрижки начала. Когда будет свадьба? Должна была до 3 марта. Не знаю, когда будет, тогда вы узнаете. В чем спите? Мы голые спим. Мы без одежды спим. Дегтева, привет. Аленочка, подскажи, пожалуйста, как избавиться от растяжек? Вообще, растяжки лазером, я знаю, убирают. Есть лазерная шлифовка. СО2, по-моему. И лазерная шлифовка убирают даже рубцы на коже, вот после жестких-жестких актны. Шрамы убирают. Ну, естественно, не прям как будто кожа регенерируется, и такая, как и была. Но значительно лучше. У меня нет к тебе вопросов, ведь ты все и понятно объясняешь в сторис. Обожаю. Планируете путешествие? Пока нет. Потому что Миша работает. Я тоже работаю. И мы даже не обсуждали наш отпуск. Ну, не знаю. Пока что, если честно, вообще не напряжено находиться в Москве. И мы кайфуем от того, что вот лето, мы там пошли в парк, в ресторан. Ну, пока прикольно и так. Потому что вообще ни с кем не общаешься. Ну, прям, чтобы общаться, общаться, не общаюсь. У меня есть подруги, у меня есть бабушка-тетя, у меня есть Миша. Вот. Как бы и все на этом. Как есть, все и не толстеть. Ну, как? Вписываться в вот это вот БЖУ. Дефицит калорий соблюдать. И можете все, что угодно есть, только не переедать. Алена, попробуй себя в шоу «Богиня шоппинга». Так вот, мне же предложили. А я такая, а что, если я не выиграю? И, короче, поняла, что это неадекватная реакция. Что-то под этой реакцией скрывается. Я говорю, Миша, ну, типа, что это значит? Он говорит, не знаю, подумай, почему ты боишься проиграть. И я подумала и поняла, что у меня есть не то чтобы комплекс, а такое вот желание нравится всем, что ли? Или вот быть лучшей? И мы, когда с девочкой разговаривали, она об этом тоже говорила со мной, что, Ален, ты не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. И вот я не знаю, как мне идти, если у меня пока что есть желание быть лучшей вот везде и во всём, типа, такой распиздатый, такой распрекрасный. На детей такой же триггер? Вообще нет, вообще нет, прям вообще нет. Мне снятся дети, мне снится, что я беременна. Мы с Мишей разговариваем о том, какие имена бы нашим детям дали. Абсолютно спокойно и вот честно, по секрету вам скажу, что поликистоз меня больше не беспокоит. И молочница пропала. У меня где-то лет с 14 постоянные молочницы, проблемы по-женски, кисты, не кисты. Это всё потому, что в моей голове сидело, что дети это фу, дети это табу, я child free. Дети это, ну, это вообще что-то не моё, я их боюсь. И я с ними вообще на одном поле не останусь. И вот, как только я убрала эту установку, пожалуйста. Проблемы со здоровьем по-женски, как испарились. Вот это, блин. Иногда, конечно же, бывают там ввиду каких-то обстоятельств. Но чтобы прям по врачам ходить постоянно, как я раньше это делала, у меня такого больше нет. Кожа после сатрета нормально была месяц. Потом у меня другие в Испании появились. Но опять же, это из-за того, что в моей башке что-то сидело. Помните, как меня обсыпало, когда я с проекта ушла с Мишей? Это уже на аллергию было похоже. Я подобрала уход, полечила свою голову, курсы опять прошла, в терапии опять была. И всё, сейчас нормально. Сейчас я ем сладкое, молочку там могу выпить, могу булочку съесть, хлеб, макароны. Не высыпает. Можно просто расписаться. Да можно. А как только вы с Мишей начали жить и встречаться, вообще-то его вообще не стеснялось? Вообще не стеснялось. Это он первый. Мы даже, ну, заселились, но мы не спали. Не было секса. И вот он под одеялом разделся и лёг спать. Потому что он так привык. А что я скажу? Пожалуйста, спи, как ты привык. И я не стеснялась. А ещё помню, как Лёночка круто пляшет. Не хватает твоих танцулек. Блин, я только... Ау, синьора, нельзя, нельзя. Я только сейчас вспомнила, как я вообще отжигала на вечеринках. Реально, это что-то с чем-то было. Про поездку на Байкал. Да, однозначно ехать, но я там была зимой, и был вот этот лёд прозрачный. Это того стоит. Там дубак нереальный, но там невероятно красиво. Лето никакого. Пару дней жарко, потом дождь. Реально. Я сегодня выходила с подругой. Вот мы ей телефон чинили. Я надела бомбер осенний. Я надела толстовку. Я надела джинсы, и я замёрзла. Я охренела. Я посмотрела погоду в Миллерова, в Ростове, в деревне. Там, ну, 25-27. Тоже прохладно для тех краёв, но не настолько. К би-парням. Я ко всем положительно вообще отношусь. Ну, вообще не осуждаю их за ориентацию. Тату на руках. Здесь это код симпс на деньги. Здесь за деньги, да, чтобы я помнила, что бесплатно ничего делать нельзя. В плане работы. Что нужно всегда за свои услуги брать деньги. И не заниматься, как это называется, альтруизмом. Вот. С цепью на лице, как справилась. Вам нужно в голове своей покопаться и разобраться. Что у вас там, какая шестерёнка дала сбой. Потому что у меня на тот момент был, как это называется, конфликт. Конфликт. Короче, конфликт контакта. Что-то такое. Типа я боялась контактировать со внешним миром. Не хотела никуда выходить, не хотела ни с кем общаться, знакомиться, пересекаться. Никакие мероприятия. И моя кожа такая, ну не хочешь? Хорошо. Высыпала меня, чтобы у меня был повод не выходить на улицу. Прикиньте, как наш мозг устроен. Какой он, сука, умный. Это вот как с молочницей, как с поликистозом. Блин, пожалуйста, не хочешь детей? Я сделаю всё для того, чтобы у тебя это не получилось. Потому что если вот мы боимся, мы должны сами себя обезопасить. И поэтому организм ваш делает всё для того, чтобы были причины что-то делать, либо не делать. Либо знаете, когда может высыпать, когда вы привыкли к тактильности, допустим, и какой-то близкий человек куда-то уезжает. И ваш организм настолько это не переносит, что ему неприятно. Ему неприятно разрывать контакт с людьми, и поэтому он высыпает. Так знаете, как бывает, когда у новорождённых детей какая-то аллергия. И родители не понимают, что с ним происходит. Но в то время между родителями происходит какой-то конфликт, какие-то недомолвки. Мать этого ребёнка ходит постоянно на взводе. Что-то не так идёт в семье. Ребёнок это чувствует, ему это не нравится. И даже новорожденного ребёнка высыпает. О чём тогда говорить? Вот про каких врачей там, я не знаю. Про какие больницы, если наш организм, это вот вся система, которая направлена на то, чтобы себя защищать. Поэтому разберитесь со своей головой, а потом уже идите там к врачам. Ну, если это прям уже дало последствия какие-то. Как-нибудь бревном в постели. Что мужчина подарит? Смотрите, когда нет ни эмоций, ни инициативы никакой, когда вы позволяете себя просто трахать. Вот тогда вы бревно. А когда вы там и сверху на нём поскакали, и задом наперёд поскакали, и потянули его встать там, я не знаю, возле перилы. И вот так, и вот так. А давай вот так, давай вот так. Вот это не бревно. Тебе идёт эта прическа. Спасибо. Помада какая на мне. Сейчас, всё, я покажу. Синьор, синьоро. Это самая стойкая помада. Вот после Maybelline. Шуб. Вот такая. В оттенке 42. Охренеть, я ей намазалась. Мы, когда с Оксаной выходили гулять, мы потом ели хачапури, и она до сих пор держится. Миша оценил нам стрижку. Не бойся, ты выиграешь. Спасибо. Суть не в победе, а в самом участии урок, и что-то нужное, что-то лучшее извлекается из самого процесса. Я это понимаю головой. Алена, скажи, как правильно ответить на вопрос, чтобы человеку стало неловко за его вопрос, а не мне. Ну, например. Например. Не знаю, вот допустим, что первое пришло мне на ум. Ха-ха, ты похожа с этой прической на пацана. Ха-ха, зато у меня гармоничные и счастливые отношения у тебя нет. Ну, не знаю. Я бы сарказмом ответила. Я всегда так отвечаю, если мне что-то не нравится. Ну, либо нахуй пошлите и не церемонтись. Не церемонтись. Спасибо за позитивного человека. Ходячий секс. Спасибо, Роби Роу. Спасибо. То, что с собой сделала. То, что вам не по силам. Вот, например. Видите, как? Видите, как? Живой пример, как надо отвечать. Вот так вот. Что с собой сделала? То, что ты с собой не можешь сделать. Ален, экспериментируйте с игрушками. Да. Вчера прям. Что нужно крутое для мужчины придумать? Для женщин полного всего. Для мужчины есть эрекциогенное кольцо. По-моему, так оно называется. Есть еще мастурбатор. Охрененный мастурбатор. Он как-то так выглядит, как коробочка. Типа туда засовывают член. И он автоматически начинает работать. Он вакуумный. Тоже вакуумный. Там несколько режимов вибрации. Классная штука. Мы не пробовали. Но я хочу заказать. Как ты решилась на такую короткую стрижку? Первый день я подумала. Второй день я уже еще раз подумала. Третий день я подумала. Я решила. Начала сомневаться, но уже была записана. И все. Потом я ни разу не пожалела. Синьора. Я понимаю, муха. Но туда нельзя лазить. Синьора. Че ты квакаешь? Ставрополь, ветер и дождь сегодня. Ну это ж сегодня в основном как-то там жарко. Когда-то у меня была любимца Алена Рапунцель. Но сейчас она, как и все, кукла. Ужас. На вкус и цвет товарищей нет. Но все в меру же. Согласна. Правильно говоришь. Наш организм работает именно так. Ой, блин. Я что-то отстала от вас. Губы накачать. И мой парень не разрешает. Блять! Почему? Вы жили. Эное количество лет. Да? Самостоятельный вполне себе человек. Зарабатывали на еду, на воду, на одежду. Решали. Срать вам или нет. Покупать на ВВБ или нет. Делать губы или нет. А тут появляется человек, который может что-то за вас решить. Ну типа, блять. Ты по-прежнему должна оставаться самостоятельной единицей. И только тогда у вас будут отношения, где есть и уважение, и личные границы, и личность. И все это сохранится. По-другому я не знаю просто. Я реально не знаю, как женщины живут. Вот жили, реально кайфовали. Понимаете, отношения, они должны быть выстроены таким образом, что вы такая, блин, я одна жила охрененно, но вдвоем гораздо лучше. И это не про запреты, это не про разрешение. Вы же не собачка. Вы личность, вы женщина, у вас есть свое мнение, свои желания. Миша как сказал, я не фанат таких стрижек, ну хочешь, твое дело, делай. Я пошла и сделала, ему понравилось. Потому что мне понравилось, потому что я сама кайфанула. Не могу расслабиться в постели. Что делать? Почитайте книжки про секс, там говорят, как отключить голову. У меня у самой не всегда голова отключается. Но по большей части я стараюсь, типа, думать о том, что происходит. Ну, типа, думать о самом процессе. Двухэтажная квартира удобная. Ну, не могу сказать, что прям удобная-удобная. Но прикольная. На какой-то этап времени, типа, вот пока мы такие молодые, в поисках себя там, работаем. Вот такое у нас, типа, фриланс у меня там. На это время пойдет. Но как только у нас устаканится с работой, как только мы поймем, что хотим комфорта, мы сразу переедем. Вот были попытки, но, к сожалению, видимо, сейчас еще не время переезжать. Покраситься, не знаю, мне кажется, это будет следующий мой шаг перевоплощения. Смотрю уже, какой день твой рилс. Блин, спасибо! Спасибо, что поддерживаете мое творчество. Я как только поняла, что хочу подстричься, я уже придумала, какой будет рилс. Есть ли у тебя табу в сексе? Секс втроем, скорее всего. И то не факт. Может быть, когда-нибудь секс втроем будет норм. Но на данном этапе нет. А вообще прям табу-табу таких нет. Не, ну, прям что-то, я не знаю, жесткое, типа, пороть до крови. Вот это вот нет. Увидела вопрос, как расслабиться в постели. Лично я полна и тоже комплексовала. Но мой мужчина дал мне такую уверенность, что я перестала напрягаться. Да, я согласна. От мужчины тоже очень многое зависит. Мужчина должен просто осыпать комплиментами и до секса, и после секса. Миша на работе. Аленка, тебе надо психологом. Я еще недостаточно компетентна в этом вопросе, но мне нравится и психология, и сексология. У меня была мысль год отучиться, ну, просто ознакомление с психологией. Есть вот такое направление. Год учишься, лекции посещаешь там. Короче, очень классно. И потом полгода еще на сексолога. Но Миша мне сказал, что хватит тебе убеждать себя, что вот ты чего-то не знаешь. То, что тебе нужно, ты знаешь. Тебя люди и так слушают. К тебе люди и так прислушиваются. Поэтому дерзай. И я такая, хорошо. Сейчас курс пройду вот только. Семи каракотск. Привет. Стрижка огонь. Ты теперь всегда такую стрижку будешь делать? Ну, пока да, пока не надоест. На дом 2 не хочу. По-хорошему завидую твоей внутренней свободе. Чувствую многое того, что есть в тебе. Но су, блин, боюсь чего-то. А тут, знаете как, блядь, тут типа и я су, и все мы с сын. Но кто-то берет и делает, и в этот страх идет. Знаете, вот сколько я думала, типа, а может мне не стричься. Оно с платьями не будет смотреться. А я так красиво залезала, хвостик сделала. И вроде и прям женственно. А у меня кудровые волосы. Будет торчать во все стороны. Вот первое мое желание было, блин, я хочу, хочу это сделать. А потом уже начал мозг подключаться и анализировать вот это действие. И когда мозг анализирует вот это действие, не нужно вообще нахер его слушать. Нужно идти вот по зову сердца. Посветуйте книжки для сексуальности. И все в этом духе. Есть у Якушевской, у которой я взяла, кстати, VIP, как этот тариф. Вот я буду терапию у нее проходить. У нее есть раскрепощение гайд. Он стоит там копейки. Ну, для такой информации, реально копейки, вы можете взять. Я читала. Ты настоящая, забей на всех, жизнь одна, делай, что хочется, спасибо. Хотела бы перекраситься в блондинку такой прической. Честно, мысли были. И мне кажется, я сейчас похожу с этой прической, а потом, ну, мне надоест и нужно будет что-то менять. И стоит вопрос. Красится или на лысо брится? Мне кажется, если я на лысо побреюсь, бабушка точно будет в шоке. Вы-то как-то ко мне уже привыкли. Бабушка будет в шоке. Я буду сама в шоке. Все будут в шоке, короче. Поэтому, может, потом покрашусь. Я тоже с девятого класса хотела подстричься. Я тоже все думала, как будет смотреться. Решилась только в сорок один год. Просто минута молчания. Ну, вы же кайфанули в сорок один? Надеюсь. Это же того стоило. На самом деле, я думаю, еще больше делает поддержка партнера. Он может сказать, как Миша делает военную, Аленка подсознательно знает, что она любима и желанна. И поэтому она не боится делать шок. Знаете, здесь какая история? У меня не может по-другому быть. Я не могу быть нелюбима и нежеланна. Если я где-то почувствую, что, ну, допустим, что если я подстригусь и у Миши отношения как-то изменятся, то это не мой человек по жизни. Мой человек – это тот, кто вне зависимости от моих решений, это моя внешность, мое тело, мое дело, вне зависимости от моих решений, будет со мной. Потому что любят, цепляются, да, на внешность, но любят-то за другое. И поэтому, если бы Миша меня не поддержал, у меня бы были огромные-огромные вопросы к нему. Показала маме свое твое преображение, полюбили тебя с ней, сказала, какая она крутая, стала еще круче, чем была. Очень просила, чтобы я тебе от нее передала привет. Очень прошу, передайте привет вашей маме и скажите спасибо большое. Мы не будем в шоке. Ладно. Алёна, что обозначает тату на ухе? Так, тату на ухе – это чистота в американском рэпе. Люблю вот американский рэп, там, 50 Cent, Eminem, там, все такое, у них есть такая чистота. Бабушка сказала, что мне, ну, что ей очень-очень нравится. Я отвечала уже на вопрос про свадьбу. Я вас тоже понимаю, может, кто-то позже зашел, но я же не попугаю тоже, чтобы по 300 раз отвечать. С вами будет тогда, когда мы захотим, пока нам так норм. Не думали запустить свой курс какой-нибудь? Да, думала, конечно, но опять же страшно. Я уже и к торологам ходила, и к нумерологам ходила. Такая, вот что мне сделать? Что, как мне развиваться? Что, в чем мое призвание? И, естественно, все вопросы, все ответы на вопросы внутри нас. Естественно, я знаю, что мне нужно делать. Естественно, я знаю, что я могла бы давно уже создать свой классный какой-нибудь пиздатый курс. Но понимаете, что пока нет настолько уверенности в том, что то ли что у меня получится, то ли что это нужно людям. Вот как-то так. Я понимаю, что я могу очень много дать. За это время я апгрейднулась просто до невероятности. Реально, я постоянно в терапии, постоянно с психологами, постоянно у меня практик. Ну, короче, есть о чем поговорить с вами, есть что вам дать. Но как будто бы мне кажется, что... Ну, вот сейчас еще один курс пройду. А вот сейчас я на психолога там отучусь. И вот сейчас это синдром отложной жизни. Пока не могу вот в этом плане от него избавиться. Пока я откладываю вот какие-то прям действия-действия на потом. Да, Алена, это такой кайф от стрижки, я тебя понимаю. Спасибо, фриланс пробовала. Ну, у меня сейчас, ну, честно, есть блог, есть реклама. И пока вот на данный момент для 25 лет мне как будто бы нормально. Я знаю, что я хочу развиваться. Я хочу прям реально развиваться, что-то новое пробовать. Но я не знаю, что-то меня останавливает. Молодец, это про любовь к себе. Спасибо. Я такая же, как ты. Вот, у меня был бывший, который критиковал любые изменения во мне. Сейчас сам уже за человеком, который даже слушает мой драмчик. Хотя сам по шансону. Просто человек полностью принимает. Я согласна, под каждым словом подписываюсь. Телеграмм? Да нет. Я там нет-нет, да снимаю истории. Бабушка не перестает нас удивлять. Меня тоже. Я охренела. Тетя позвонила по видео, она меня увидела. И говорит, типа, тетя говорит, а бабушке твоя прическа понравилась. Я бы училась у тебя раскрепощенности. Я и этому могу научить. И уверенности какой-то. И, ну, как сохранять свою личность в отношениях. Про психосоматику кучу всего могу сказать. У меня даже есть диплом, что я проходила. Курс акне, основы акне, проблематика акне. Комбинация, там, кислот, как ухаживать за кожей. Короче, у меня есть диплом по вот этому, чтобы вы понимали. Классная прическа, спасибо. Надо курс про женскую энергию. У тебя получится. Блин. Я сейчас заплачу. Господи, мне так приятно, что вы в меня верите. Капец. Все. До свидания. Прямо и мир заканчивается. Ладно, поехали дальше. Это очень круто быть с собой в отношениях. Когда ты дурочка и женщина вам. И так мой. И дурачок, и супермен. Да, это очень классно. Как понять, изменяет ли парень или он? Хотя он общается норм, но есть мелочи, что кажется, есть другая. Ответь, пожалуйста, пожалуйста. Как понять? Ну, во-первых, не надо шариться по перепискам, по телефонам. И не нужно выверять его. Нужно как бы, ну, объективно взглянуть. Типа, сесть и такая, алло, блядь, а это нервоз? Может быть, это твоя тревожность? Может быть, тебе заняться нечем? Может, ты хуйней страдаешь? Это во-первых. Во-вторых, если вы поняли, что да нет, да вот же, факт налицо, как бы, мне это не нравится. Ну, ладно, вроде бы, ну, то вот здесь уже надо думать. Типа, что идет не так? Так, и хочу вам сказать, что если вам кажется, то вам не кажется в большей степени. Правда, может быть, там что-то есть, но выводов никаких делать не нужно. Если я так подстерегусь, меня мужик бросит 100%, но я его понимаю. Я не понимаю. Ален, долго оставила Венера? Да, очень долго. Я год делала себе вот этот рот. Операции, протезирование, там, как это, короче, префарирование, или как оно называется, ну, типа, когда обтачивают. Да, права хотела бы сдать, да. Как бы отреагировала, если бы твой ребенок в 8 лет попробовал курить эти дудки? Сказала бы, куриное здоровье, потом бы помнишь мои слова, да, и сама бы закурила вместе с ним. Да нет, ругать его не стоит, потому что он будет ныкаться, и кредит доверия к вам будет потерян. И он такой, блин, сейчас мы... Нет, лучше об этом маме не говорить, потому что она опять будет ругаться. Но вспомните себя, какими вы были детьми, как вы ныкались от родителей. Потому что что знали? Потому что знали, что родители дадут пизды. А дети, ну, отношения с детьми нужно выстроить таким образом, чтобы ваши дети... Блин, мой родитель — это самый близкий человек, это самый близкий друг. Я к нему именно пойду с этой проблемой. Допустим, если бы я забеременела, никогда бы к бабушке не пошла рассказывать о том, что у меня что-то случилось. Никогда в жизни, потому что настолько не было у нас непонимания и вот этой волны, что я боялась её реакции. Было такое, что я там не приходила домой вовремя, бабушке плохо становилось. Но как ребёнок должен воспринимать родителя, когда есть варик, получить пизды? Решила подстричься, потому что захотела. Спасибо, Марин, большое за такие слова. У тебя столько уже запросов на обучение, Эльван. Давай уже. Блин! Вот знаете, что люди — это отражение тебя. И вот вы в лице моих подписчиков мне подсказываете, что как бы я уже достаточно получила, достаточно курсов понапроходила, книг прочитала. Короче, блядь, достаточно преисполнилось, чтобы уже что-то начать отдавать. А то мы как-то с вами, знаете, там общаемся в сторис, не в сторис. Но мне хочется именно сделать что-то для вас такое, чтобы вы потом меня добрым словом вспоминали. Вот что. И вы мне это вот зеркалите. Блин, про блонд. Мой цветотип не позволял, но я всегда хотела. Много раз пыталась и слушала. Фу. Но я перетерпела и в какой-то момент, и теперь цепляю комплименты от таких же людей, от этих же людей. Вот! Вот это о чём! Мне, чтобы вы понимали, Бухенбалта говорила, что нет, не вздумай! Я над ней посмеялась и потом на следующий день сделала. В этот день, точнее, сделала. И что? Она мне пишет, что, блин, а тебе реально круто. Конечно, блин, круто. Конечно, круто. Так, я сейчас секундочку буквально одну. Посмотрю, кто там и смотрит меня. Это очень важно. Один момент. Просто если смотреть, что делал, а я хочу поговорить, будет неловко. Вчера подписалась. Правда, это очень классно. Я очень рада видеть новых подписчиков. Кто-то факи вам показывает. Как принять себя, если всю жизнь была худая, но из-за гормонального сбоя проблемы с позвоночником поправились на 20 килограмм. У вас что-то внутри не так идет. У вас где-то конфликт внутри. Где-то эмоции подавлены. Когда я на том же якобы гормональном сбоя поправилась на поляне на 12 или 13 килограмм. Это был ни хуя не гормональный сбой. Это, во-первых, у меня психика нахуй поехала. Я переживала за то, что меня чмурили, за то, что там всякие разные ситуации на поляне происходили. Это огромный стресс. Я ела сладкое тогда. Помните, я пришла на проект, была 49-47 килограмм. Вот с того момента это жесткий стресс. Просто это не то чтобы выход из зоны комфорта. Это вход в нереальную зону дискомфорта был. И мое тело вот так отреагировало. Потому что я постоянно была на нервиках. Я не спала нормально из-за того, что переживала. Ну вот просто мне сложно давалось там находиться. Там коллектив против меня был. Потому что вот я пришла такая, типа, Алена Апенченко трахается и смеется. Типа, ну помните, да? Вот. И для организма это очень-очень жесткий стресс был. Что-нибудь изменить пока не хочу. Остались ли у тебя подруги после твоей популяции? Конечно! Конечно! Господи, там следующий комментарий. Ален, мне ответишь. Мой муж говорит, я хорошая мать и жена. Все равно конченая. Как это понять? Типа, ты хорошая, но конченая. 8 лет точно до ругать. Ну не знаю, я бы не ругала. Сериал. Судная ночь сериал классный. Рожать пока не хочу. Мой мужик оказался маменькиным сынком. Он не оказался. Он был всегда. Но в силу того, что у вас ебашили гормоны, вы просто были в розовых очках, и вы напрочь отказывались вот эти вот звоночки, флажочки замечать. А потом замуж вышли, как-то оно все-таки притихло все, устаканилось, и вы такие, да бля, он же маменький сынок! Нужно просто не забивать на флажочки, на звоночки, которые вам даются в начале отношений. Поэтому важно сраться, чтобы отстаивать личные границы и понимать, кто твой будущий мужчина, что он за человек. Ну вот и все. Курсы это не такое. Вы недооцениваете курсы. Вы реально недооцениваете. Если убрать сопротивление, типа, ой, курсы хуйня, ой, да я и так все знаю, ой, да главное на практике это все делать, то вас просто нереально, я не знаю, разъебет от знаний, от осознаний, и вы выйдете после курса и просто такие, охренеть, какая жизнь! Ну, понимаете, как происходит? Хорошо училась в школе, да? Тебе очень интересно слушать, грамотная речь, максимально доступная. Хотя в дом 2 тебя показывали дурочки. Ты похуй, как мне показывали! Я всегда знала, что я, ну, подвязана на язык, вот, умею хорошо разговаривать, аллегории и метафоры тоже умею приводить, в нужное место вставлять и перчинку добавлять в свои вот слова. Спасибо. Я новая подписчица! Блин, привет! Я так реально очень рада, что ко мне новые подписчики приходят, потому что, ну, вот это вот постоянно мне там пишут подписка-отписка, а новых подписчиков-то я не вижу, потому что я не знаю, как наблюдать. Очень приятно видеть на своей странице. На дом 2 легко попасть, на самом-то деле. Просто подаете заявку, и все. Почему сильно нравится глаз? Какой цвет глаз? Пожалуйста, ответь. Зеленый, и вот такая вот окантовка какая-то, и ресницы свои, да. Вот такие дела, девочки. Любишь животных? Очень люблю. Люблю, да. Сегодня Горина сказала, я трахаюсь и смеюсь. О тебе сразу вспомнила. Ну, эта фраза за мной закреплена. Я бренд! Как Рапунцель говорила. Ну, реально, есть такие фразочки, которые врезаются в памяти, вот, типа, ассоциируются с определенными людьми. Так вот, это я. А я челт-фри, женщина, не инкубатор. Согласна? Имеете вообще полное право. Просто у меня такое ощущение себя было потому, что я боялась быть плохой матерью, боялась, что... Ну, материнство боялась. Я с этим справилась. Я занимаю первое место в твоем будущем. Спасибо. Аленка, привет, очень хороший человек. Я следила за тобой в Дом-2 и вчера подписалась. Привет! Очень-очень нравится. Вы не против? Я тут подобрела. Я старая подписчица Ален, ты супер. С любой прической красоткой. Молодец. Спасибо. Через 10 лет будешь думать и говорить по-другому. Но я болею от твоих сториз, когда ты у бабушки. Не знаю, как это воспринимать. Да, мы с Мишей вместе. Тату делать не больно. Больно вот было на ребрах и вот здесь было больно. Ресницы шикарные. Спасибо. Нос тоже не больно прокалывать. Вот соски, девочки. Соски очень больно прокалывать. У меня один не прижился сосок. Я его вытащила. Персинка второй прижился. В тюмени не была. Подстриглась, потому что захотела. Дом-2, не постанова. Есть просто некоторые моменты, где там просят что-то делать. Ну, выбор за тобой отказываться или нет. Как ты думаешь, Ваня подходит к Кристине? Да не подходит он к Кристине. О чем речь? Я подзабила, но Рилс заставил меня зайти и подписаться. Рилс разъеб. Спасибо. Подзабыла. Все равно приятно. Приятно, конечно. А губы увеличивать больно? Да, тебе анестезия. Вот так все делают. Я делала раза три без анестезии, а последний раз с анестезией делала губы. Намазывают лидокаином. Они не имеют. Стирают верхнюю губу, колят верхнюю. Вообще не больно, ничего не чувствуешь. Потом стирают нижнюю, нижнюю колят. Тоже ничего не чувствуешь. Но мне делали один раз губы и лидокаин кололи вот сюда. Вот под десну. У меня анимело вот так. И вообще тоже ничего не больно было, но неудобно было потом разговаривать. Прости, балдею, когда ты у бабушки. Ты такая настоящая. Спасибо. Часто переедаешь? Редко переедаю. Крайне редко. Хотя кому я тут пизжу? Часто. Вчера, допустим, мы с Мишей. Ну, ему захотелось выпить пиво. Я сказала, мне одну взять чипсы. И вот нормально я так и черешню, и чипсы ела, и пиво пила, и переела. Но на моём весе это никак не отражается. Алёночка, что решили с квартирой? Да, мы решили остаться в этой квартире. И вот на данный момент нашей жизни, нашего, я не знаю, состояния, нашей энергии, типа нам эта квартира подходит. Мы такие молодые там, развиваемся, учимся, проходим курсы, что-то придумываем. Эта квартира, она такая, типа, молодёжная. Когда мы поймём с Мишей, что всё, типа, ну, хочется какого-то спокойствия, умиротворения, типа, вот, тогда, скорее всего, и переедем. Вообще, эта квартира до октября, до конца. Приезжай в Брянск. Как-нибудь. Тебе перевели деньги обратно? Нет, конечно. И более того, она звонит, говорит, всё нормально, Алёна, вы мне тут писали, а я уже знаю, что она мошенница. И я такая, да-да-да, всё же в силе. Она такая, да, конечно, в силе. На 14 июня. И я такая, хорошо. Конечно, никто, никто ничего не перевёл. И я даже не писала. Пабло, мы его отдали семье, у которых дети, у которых уже есть животные, потому что он нуждался в большей любви, чем мы могли дать ему. Яну Шофееву знаю, да. Ни с кем не общаюсь из дома два. Контролируешь калории? Нет, не считаю. Как-то похудела. Но я сильно не набирала. Зимой просто был стрессовый период, такой сложный этап жизненный. Я ела, переедала. Вот, потом меня высыпало. Я на два месяца отказалась от сладкого, от лактозы, от блютена и от кофе. Пришла в себя, вылечила кожу и потом начала всё есть. И я проработала там некоторые вот установки в голове. И меня больше не сыпят от того, что я ем сладкое. И не толстею. Вот. С этой прической прям очень похоже на пинг. Да, мне очень много говорили. Вы вместе одно целое. Это правда. За квартиру платим около 60. Что если тебе личные встречи делать? Ну, типа, обучение оффлайн. Мне кажется, будет очень круто. Да, я тоже об этом думала. Ну, опять же, да, девочки. Опять же, да. Я такая... Блин, да как-то неловко. А что? Да, я ещё недостаточно подготовилась. Вот сейчас курс куплю какой-нибудь за 100 тысяч. И так, да. Блин, у нас осталось минута 40. Позитивно. Спасибо большое. Как с Мишей называете друг друга? Пупсик, малыш. Вот. Меня мой называет Пиской. Скажи, чтоб мне называл. Всё нормально, Алена. Переводите дальше. Да не, Мишутка и Выдорочка. За квартиру пополам. Нет. Миша полностью платит за квартиру, за всякие там рестораны, кафешки. За всё за это платит. Миша на нём ответственность лежит. Крутая, Алена. Спасибо. У нас минута 14, 13, 12. Я сохраню прямой эфир. Если что. Алена, расскажи как-нибудь о своей юности. Очень интересно твоей жизни. Ой, девочки. Это дня на три будет. Потому что то, что было в юности, это звездец полный. Там что только не было. Алена, ты не пробовала себя в плане моделинга? Пока ещё нет. Европа. А, Ереван, привет. Можно просто фанатскую встречу организовать за деньги. Да не хочу за деньги, если честно. Я бы с вами просто так увиделась. Но я не хочу никуда ехать, пока ни в какие города. А в Москве бы встретилась. Миша на работе. Я тебя вижу моделью. Спасибо. Нет желания на Дом 2 возвращаться? Нет. Твоих актёрских сценок на Доме 2 не хватает. Просто любовь. Люблю вас. Правильно, если я отношения доставляю в дискомфорт, зачем терпеть? Согласна. Одесса, привет. У нас сейчас закончится прямой эфир, девчонки. Я вам всем желаю умиротворения, благополучия, женской расслабленности, уверенности. и чтобы вы оставались самими собой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-хай. Продолжение следует...